Добрый день или вечер рыбаки и рыбачки. Рад приветствовать вас в своей художественной мастерской, однако чувствую некоторое удивление по поводу двух слов рыбалка и мастерская. Ну и так бывает, давайте о главном. Основной вопрос у меня на сайте и на каналах в группе ВК, в фейсбуке, на ютубе какая блесна самая уловистая и почему? Попытаюсь ответить на этот вопрос. В этой теме я уже лет 40, так что могу советовать и рекомендовать, но сразу хочу предостеречь, что совет по поводу что и как соответствует лишь определенным областям земного шарика. Лично я могу гарантировать, что все, что я скажу, относится и прокатит только в северных регионах страны, а именно в Карелии, Коми, Ямале, Мурманской и Архангельской областях. Там где мне довелось бывать и ловить трофейных рыб, так же с радостью кину камень в огород Щербаковых и подобных экспертов. А именно, нет универсальных приманок и на то, что вы Щербакова ловили в Тамбовской губернии, скорее всего хрен будет клевать в Карелии или Подмосковье и наоборот. Ну да ладно, теперь о главном. Наверное, уже лет 200 или больше ведется спор, кто придумал эту колебалку. Ломается копия в скрипоносной России и в Европейской Европе, в Бразилии и в Америке, но я уверен, что истинную колебалку сделали в Финляндии, но той, которая в Гейропе и зовется она Кусама Рассанин. Финны – люди медлительные, рассудительные, посему их блесна ведут себя именно так и не иначе. Давайте же разберемся, в чем фишка вот в этой по виду очень убогой блесне. А фишка простая, она заключается в том, что эта блесна при таком большом масштабе, да, она весит очень мало, 9 грамм всего лишь. Вот эта штучка весит 9 грамм. Что-то подобное и нехорошее, да, вот что-то подобное. Вот это весит грамм 20-26, а вот это весит 9 грамм. В чем ее проблема? Ее кинуть точно невозможно, потому что она очень сильно планирует. Но если вы попали в воду, она падая начинает планировать именно в воде. И прикол в том, что в момент планирования щука именно и берет. А когда вы берете такую же блесну, вот, такой же расанин, только этот расанин, 26 грамм. Когда вы бросаете эту блесну, вы начинаете ее вываживая, пытаться не зацепить. То есть, вам по барабану, что там клюнет, какая рыба, вам важно лишь бы она не села за какую-то корягу. Эта блесна настолько обманчива, что иногда бывает подтягиваешь ее к лодке, и голова не понимает, что это блесна. Мозг думает, что это обычная плотва. Я себя на этой мысли ловил постоянно, и многие рыбаки, которые ловят на рясанина, они говорят, что да, блин, ее подтягиваешь к лодке, она похожа на рыбу. Ну вот и все. Посему констатирую факт. Самая лучшая весенняя, осенняя блесна, это именно расанин. Почему? Она очень легкая. При проводке она имеет очень маленькую скорость, и она имитирует полудохлую рыбку. Ни один хищник не пройдет рядом с ней. И в то же время возьмите тяжелую блесну и начинаете ее тянуть все раза быстрее. На нее никто не сядет. Посему лучшее это расанин. Вот такая вот финская блесна, это расанин, 9 грамм. Не зацепляйки, зацепляйки, не зацепляйки, какие угодно, только 9 грамм.